Добрый день, уважаемые обучающиеся! Тема сегодняшней лекции – исследование метательного оружия. Рассмотрим вопросы лекции. Первый вопрос – техника криминалистического исследования луков и арбалетов. Второй вопрос – методика криминалистического исследования луков и арбалетов. И третий вопрос – методика криминалистических исследований метаемых предметов. Рассмотрим первый вопрос. Метательное оружие относится к одному из древнейших видов оружия. Метательное оружие в широком значении слова «метательное» – это оружие, которое механически поражает цель на расстоянии. То есть оружие, действующее опосредованно, то есть на некотором расстоянии от поражаемого объекта. Снаряд которого приводится в действие при помощи механического устройства, либо мускульной силы человека. Существуют виды метательного оружия. Первый вид – это механическое оружие. Это энергия сжатых пружин, натянутые тетивы. К ним относятся арбалеты, луки. И второй вид метательного оружия – это оружие, метаемое за счет мускульной силы человека и представляющее собой непосредственно метаемый снаряд. К ним относятся сюрикены, метательные ножи, бумеранги, чакра и так далее. Рассмотрим механическое метательное оружие – лук. Лук – это метательное устройство, которое предназначено для сообщения метаемому снаряду, то есть стреле, направленного движения за счет потенциальной энергии упруго изогнутых элементов. В качестве оружия лук известен со времен Древнего мира. Несмотря на простоту своего устройства, конструкция луков непрерывно развивалась и продолжает совершенствоваться до настоящего времени. Основные части лука – это дуга и тетива. Упругие элементы дуги называются плечами. Плечи стягиваются тетивой, которая служит для их изгибания и воздействия на стрелу при распрямлении плеч. Средняя часть дуги – основание, а его часть, за которую удерживается лук, называется рукоятка. Кроме этого, на основании могут быть сделаны полка лука, горизонтальная опора для стрелы и прицельное окно – вырез в основании, служащий для прицеливания. Рассмотрим основные виды луков. Прямой, простой лук. Прямой лук в начале своей эволюции представлял собой деревянную палку, изогнутую в дугу, концы которой стягивались тетивой. Сила боя из такого лука зависела от его величины и прочности центральной части. Сейчас редко используются целиковые пластины для изготовления лука. Чаще всего мастера склеивают луки из разных слоев и сортов, древесины, различной плотности и размера. Дуга простого лука изготавливается из однородного материала. Рекурсивный лук характерен изгибом своих плеч. Эта так называемая рекурсивность придает плечам лука большую энергию при меньшем размере. В сравнении с прямым луком, плечи рекурсивного лука при натяжении тетивы изгибаются в направлении, противоположном их естественному изгибу. И во время разгибания совершают не одно, а два движения, значительно ускоряя процесс выстрела. При этом скорость разгибания плеч нарастает во время выстрела, и стреле передается больше энергии. Блочный лук. Имеет на конце каждого плеча эксцентрично закрепленные спаренные блоки, которым определенным образом крепится рабочая тетива и тяговые тросы. Каждый конец тетивы частично намотан на соответствующий блок. Сила натяжения тетивы у современных блочников лежит в среднем от 25 до 40 кг. Скорость стрел, выпущенных из лучших компаундов, может достигать 100 и более метров в секунду. У луков и арбалетов имеются свои основные термины, которые используются при исследовании. Дуга – это упругий элемент конструкции арбалета, либо лука, служащий для накопления энергии. Тетива – это шнур, натягиваемый на плечи лука, служащий для передачи энергии, образуемой разгибанием плечей. Гнездо. Гнездо тетивы – специальное устройство, расположенное на тетиве, предназначенное для размещения в нем хвостовика стрелы. Стабилизатор. Это устройство, которое служит для снижения колебания и стабилизации положения лука. Плунжер – деталь для регулировки, расположение стрелы и силы движения бокового стержня под действием пружины. Его устанавливают на рукоять по направлению вовнутрь. Далее. Размах плеч, либо размах лука. Расстояние между верхним и нижним концом спины лука. Полное натяжение тетивы – это положение тетивы перед выстрелом, когда она отведена назад до предела. Сила натяжения тетивы, либо сила лука – это усилие, необходимое для полного натяжения на длину не более 750 мм у классических луков. Или усилие, необходимое для срабатывания блоков экцентриков у блочных луков. И сила удержания тетивы – это необходимое для удержания тетивы в полном натяжении. Лук – это упругая напряженная дуга, два конца которой стянуты тетивой. При натягивании тетивы спинка или внешняя сторона дуги оказывается под растягивающим напряжением. А на внутреннюю сторону действуют сжимающие силы. Лук должен выдерживать воздействие этих сил, чтобы не сломаться при выстреле. При полном натяжении лук накапливает в своих плечах потенциальную энергию, которая при отпускании тетивы передается стреле, толкая ее вперед. В качестве снарядов используются стрелы. Стрела – это снаряд для метания из лука в виде стержня, либо трубки с заостренным наконечником, стабилизация в полете которого обеспечивает за счет хвостового оперения. Они различаются по форме, способу применения, используемому оперению хвостовиков, который зависит от цели стрельбы. Стрела состоит из наконечника, тела и оперения. Наконечник стрелы – это заостренная металлическая или деревянная часть снаряда, составляющая единую несъемную конструкцию или, наоборот, без труда отделяемую от древка. Оперение стрелы – важный элемент снаряда, придает направление и поддерживает снаряд в полете, а также обеспечивает его видимость лучником и различимость от чужих стрел. Состоит из трех перьев, расположенных вокруг трубки стрелы, в самом ее конце. Оперение участвует в процессе снижения изгибания, получаемого от смещения хвостовика в момент удара по нему тетивы. Это происходит за счет закручивания стрелы вдоль оси полета. Результатом этого закручивания становится снижение показателя поперечного вращательного движения и происходит стабилизация полета снаряда. История создания арбалета насчитывает уже несколько тысячелетий. Это очень старое оружие, однако изобретен арбалет был намного позднее лука. Арбалет или самострел, как его называли на Руси, представляет собой лук повышенной упругости, выполненный на деревянном ложементе с прикладом, внешне напоминающим приклады современных охотничьих ружей. Стреляли из арбалета короткими, как правило, сделанными из металла стрелами, болтами. В ложе оружие выдалбливались или монтировалась направляющая, в которую укладывался болт перед стрельбой. Там же размещались и основные механизмы, предназначенные для стрельбы. Это натяжной для взведения арбалета и спусковой для производства выстрела. То есть арбалет – это метательное механическое устройство, которое представляет собой лук, укрепленный на ложе, на станке, снабженный механизмами фиксации тетивы в натянутом положении и ее освобождение, спуска при выстреле. Арбалет состоит из следующих основных элементов. Ложе, дуги, тетивы, механизма натяжения, замка и спускового механизма. Ложе – это принципиальный элемент конструкции арбалета, соединяющий все его детали в единое целое и обуславливающие особенности арбалета как оружие. Удержание тетивы арбалета не рукой, а специальным устройством, расположенным на ложе, позволяет использовать лук со значительно большей силой натяжения тетивы и вести при этом прицельную стрельбу. Замок. Замком называют устройство, которое запирает тетиву. Рассмотрим некоторые виды механизмов натяжения арбалетов. В эпоху Ренессанса для взведения арбалета использовали мышцы спины. Для этого арбалетчик надевал специальный пояс, к которому был подвешен крюк особой формы, который назывался поясной крюк. Этим крюком стрелок цеплял тетиву и согнутую ногу прессовывал стремя. Теперь оставалось выпрямить ногу и разогнуть спину, чтобы тетива арбалета оказалась натянутой. Таким образом повышалась скорострельность, ведь если на пару выстрелов арбалет еще можно взвести руками, то во время битвы этим не ограничишься. Соответственно, с каждым выстрелом темп стрельбы снижался. В дальнейшем появятся другие типы арбалетов с гораздо большим натяжением. Самым первым устройством, позволяющим получить максимум результата при минимуме усилий, стал Самсонов пояс. Изобретатель Самсонов пояса всего лишь немного модернизировал поясной крюк с помощью ролика. В остальном конструкция работала так же. Зацепил, потянул, взвел. С изобретением Самсонов пояса стало реально использовать арбалеты натяжением свыше 100, но не более 180 килограммов. Сила, которую стрелок прикладывал для взвода арбалета, была в два раза меньшей силы натяжения тетивы. В поисках решения арбалетных дел мастера придумали специальный рычаг, который мы знаем как козью ногу. Вот так выглядит козья нога, вы видите на слайде. Следующим типом арбалетов стали арбалеты с воротом. Существует несколько их видов. Английский ворот и немецкий ворот. Английский ворот с помощью лебедки и зацепленная тетива оттягивается назад, и арбалет поступает в боевое положение. Немецкий ворот. Стрелок цеплял тетиву зубчатой рейкой и крутил рукоять. Рейка двигалась и тащила за собой тетиву. Как метательное механическое оружие луки и арбалеты характеризуются кинетической энергией, сообщаемой снаряду, начальной скоростью снарядов и площадью их рассеивания при прицельной стрельбе. Указанные характеристики зависят как от применяемых снарядов, так и непосредственно от конструктивных параметров такого оружия. Конструкция луков и арбалетов характеризуется двумя группами параметров. Это первое статическими, к которым относится максимальная сила натяжения тетивы и величина его рабочего хода. И второе динамическими, скоростью распрямления дуг, а также амплитудой и длительностью возникающих в дуге после выстрела колебаний. Статические параметры определяют максимально возможную энергию стрелы и динамически ее начальную скорость и рассеивание снарядов. В арбалете и луке снаряд приобретает движение за счет преобразования предварительно запасенной потенциальной энергии деформированного тела, которым являются плечи дуги, кинетическую энергию стрелы. Запасание энергии происходит в процессе совершения работы по натягиванию тетивы на величину его рабочего хода. По мере натягивания тетивы сила, необходимая для дальнейшего сгибания плеч, возрастает. В первом вопросе мы рассмотрели общие понятия метательного оружия, основные конструктивные элементы метательного оружия, их виды и термины. Рассмотрим второй вопрос. Методика криминалистического исследования луков и арбалетов. Криминалистическое исследование метательного оружия и предметов, сходных с ним, по конструкции проводится в целях отнесения их к категории метательного оружия, установлении групповой принадлежности, определении технического состояния, исправности, пригодности к выстрелу. Экспертное исследование метательного оружия, согласно общей методике, имеет стадии предварительная, детальная, детальная в свою очередь делится на раздельное, сравнение, экспертный эксперимент, третья стадия – оценка результатов формулирования выводов и четвертая стадия – оформление результатов исследования. На стадии предварительного исследования решаются традиционные вопросы, в частности, целостность упаковки, соответствие объекта описанию в постановлении, составляются планы следования и т.д. Цель раздельного исследования объекта – выявление у него комплекса конструктивных признаков, характерных для того или иного вида метательного оружия, установления способа производства объекта и состояния его частей. На стадии сравнительного исследования выделенный комплекс конструктивных признаков соотносится в соответствующем комплексам признаков известных видов и разновидностей метательного оружия и предметов, сходных с ним по конструкции. На стадии экспертного эксперимента проверяется взаимодействие деталей конструкции, прочностные и поражающие характеристики объекта. Вывод эксперта по поставленным вопросам формулируется на основе результатов всех стадий исследования. Методика исследования конкретного объекта и последовательность стадии исследования не уточняется, исходя из особенностей его конструкции и поставленных вопросов. Для признания лука или арбалета заводского изготовления метательным оружием необходимо, чтобы они имели минимальную совокупность конструктивных элементов, определяющих целевое назначение, то есть поражение цели на расстоянии. Их технические характеристики соответствовали характеристикам этой разновидности оружия. Для цельных луков минимальная совокупность деталей – это тетивая дуга, состоящая из основания и плеч, концы которых, в свою очередь, должны обеспечивать надежное крепление тетивы. В разборных луках необходимы еще и крепежные элементы для соединения плеч с основанием дуги. Арбалеты, кроме этого, должны иметь ложу с приспособлением для крепления дуги, а также фиксирующий и спусковой механизмы. Луки и арбалеты, как правило, хранятся и транспортируются со снятой тетивой. Поэтому, если дуга и тетива представлены отдельно, необходимо экспериментально убедиться, что длина и прочность представленной тетивы обеспечивают возможность ее использования с данной дугой. Кроме того, целью эксперимента является измерение максимального усилия натяжения тетивы, а у арбалета величина рабочего хода и проверка работоспособности фиксирующего и спускового механизмов. При проведении этих экспериментов необходимо помнить о недопустимости производства холостых выстрелов, то есть спуска тетивы лука и арбалета без стрел, так как это может привести к поломке дуги или разрыву тетивы. Для измерения усилия натяжения можно использовать специально разработанный для этого стенд, либо, например, измерять с помощью подвешивания к тетиве грузов с известной массой, или воспользоваться безменом. Максимальное усилие натяжения тетивы является важной характеристикой, так как ее значение позволяет разграничивать луки и арбалеты, предназначенные для отдыха и развлечения, от аналогичных объектов, являющихся питательным оружием. Согласно принятым криминалистическим требованиям, сила натяжения тетивы у луков и арбалетов, предназначенной для отдыха и развлечений, не должна превышать, соответственно, 15-20 кг. Далее, по результатам сравнения конструкции технических характеристик исследуемого объекта с известными образцами луков и арбалетов, делается окончательный вывод о его принадлежности к метательному оружию, устанавливается его разновидность и модель. Для отнесения луков и арбалетов самодельного изготовления к категории метательного оружия недостаточно наличия у них комплекса основных конструктивных элементов и силы натяжения тетивы, превышающей значение, указанное в криминалистических требованиях. Кроме этого, необходимо установить, что их конструкция обеспечивает возможность производства направленного выстрела и возможность поражения цели на заданном расстоянии – 5 или более метров. Поражающие свойства луков и арбалетов определяются способностью стрел, выпущенных из них, наносить проникающее повреждение телу человека. Однако оценка поражающей способности луков и арбалетов по глубине внедрения стрелы и мишень не исключает неоднозначности вывода. Это связано с тем, что способность стрелы наносить повреждения зависит не только от конструкции оружия, но и во многом от устройства ее наконечника и материала мишени. Начальная кинетическая энергия определяется экспериментально. Для этого необходимо измерить начальную скорость стрелы, масса которой обеспечивает максимальное значение коэффициента полезного действия, и мощности для данного лука или арбалета. Масса стрел, удовлетворяющих этому условию для большинства луков и арбалетов, составляет от 15 до 40 грамм. Стрелы с указанной выше массой будут обладать кинетической энергией на границе поражения, если их скорость не меньше, соответственно, 45 и 27 метров в секунду. Возможность направленного выстрела проверяется экспериментальной стрельбой в мишень с расстояния порядка 5 метров. Диаметр рассеивания попадания, значительно превышающий ширину грудной мишени, свидетельствует о невозможности введения из лука или арбалета прицельной стрельбы, и этот факт должен учитываться при формировании окончательных выводов. Таким образом, цель экспертного эксперимента при исследовании самодельных луков и арбалетов заключается в проверке возможности направленного выстрела и определения поражающих свойств. Подводя итоги второго вопроса, мы с вами выяснили, что исследование метательного оружия и предметов, сходных с ним, является отнесение их к категории метательного оружия. И установление групповой принадлежности, определение технического состояния, то есть исправности, пригодности к выстрелу с данного оружия. Переходим к рассмотрению третьего вопроса, методика криминалистических исследований метаемых предметов. В связи с тем, что для применения метаемых предметов требуется непосредственное использование мускульной силы человека, они обладают многими конструктивными элементами, имеющимся и у холодного оружия. Это клинки, ударные элементы, элементы удержания и прочее. Поэтому методика исследования метаемых предметов с целью установления их групповой принадлежности и относимости к категории метательного оружия во многом аналогична методике исследования холодного оружия. Однако имеются и особенности при исследовании различных видов метательного оружия, связанные в первую очередь со специфическими приемами их применения и необходимостью обладания специальными навыками при проведении экспертных экспериментов с такими предметами. Кроме этого, к настоящему времени не сложились общие криминалистические требования к соответствующим разновидностям метательного оружия, а экзотичность большинства из них обуславливает малый объем материала, пригодного для сравнительного исследования. Для метаемых предметов вес является одним из определяющих признаков при отнесении их к метательному оружию. Это связано с тем, что человек, бросая предметы, практически не может сообщить им скорость более 20 метров в секунду. Поэтому, чтобы метаемые предметы обладали достаточной для поражения незащищенного человека кинетической энергии, они должны иметь массу не менее 60 грамм, до 200 грамм. Так же, как и при исследовании холодного оружия, вывод о принадлежности метаемого предмета категории метательное оружие делается через установление конкретной его разновидности. Для этого необходимо выделить присущие объекту конструктивные признаки, выяснить в ходе эксперимента его свойства и сравнить их с соответствующими признаками и свойствами объектов известных групп метательного оружия. Например, сюрикены обладают следующими комплексами признаков. Это плоская симметричная форма, наличие не менее трех зубцов с острием и лезвиями, типичные размеры 6-12 см в диаметре, толщина 3-4 мм и вес от 60 до 200 грамм. Прочностные и поражающие свойства метаемых предметов проверяются экспериментальным путем. Для этого с расстояния 3-4 метра, согласно соответствующим приемам и способам применения, проводят неоднократные броски исследуемых предметов в мишень не менее 10 раз. В качестве мишени может использоваться сухая сосновая доска толщиной 30-50 мм. После каждого броска проводят осмотр предмета и измеряют глубину повреждения в мишени. Если в ходе испытаний не произошло ни деформации, ни разрушения метаемого предмета, то считается, что он обладает необходимыми для метательного оружия прочностными свойствами. Для метаемых предметов колющего и колющережущего действия внедрение в преграду на глубину 5 мм и более свидетельствует о наличии у них необходимой поражающей способности. А поражающие способности метаемых предметов ударно-раздробляющего действия судят по повреждению мишени, ее растрескиванием, вмятинам, расколам. Для оценки поражающей способности может также использоваться специальная мишень, имитирующая мышечные ткани человека. В исключительных случаях биоматериал – это мясо и кости животных. Окончательный вывод о принадлежности исследуемого материала к категории метательного оружия делается по совокупности результатов всех стадий исследования. И в заключение хотелось бы добавить, что в настоящее время определена методика исследования метательного оружия приказом Министерства внутренних дел номер 219 от 16 марта 2015 года об утверждении криминалистических требований и методов испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Этот стандарт сначала регламентировал сертификационные требования к оружию, а затем был распространен на экспертные исследования. В новом стандарте ужесточены требования метательного оружия, их прочности по сравнению с традиционной, исторически сложившейся методикой. Это, несомненно, явилось шагом вперед в развитии экспертизы и исследований метательного оружия, так как позволило объектизировать процесс исследования. Однако обоснованность такого ужесточения, а также виды рекомендуемых испытаний исследуемых объектов, многие ученые-криминалисты и практические работники ставят под сомнение. Это объясняется тем, что принятые криминалистические требования были заимствованы из ГОСТов и технических условий на изделия заводского изготовления, тогда как на практике экспертам чаще всего приходится сталкиваться с объектами самодельного изготовления. А у таких объектов за счет использования различных материалов, произвольной формы, способов крепления и соединения элементов конструкции настолько разообразны, что недостаток одних свойств может быть компенсирован другими.